Я красива, я молюсь богам, я любуюсь небом. Обо всем этом Людмила Валиева говорит танцем. Индийской хореографией пенсионерка занимается почти 50 лет. Она несколько раз ездила в Индию на учебу, а ее костюм – настоящая индийская сари. В 70-х годах прошлого века все было совсем не так. Фильмы индийские были, фильмы Радж Капура, индийские фильмы «Господин 420», «Бродяга». А с фильмов брали танцы, жесты, музыку и учились. А костюмы тогда делали? И костюмы шили сами. Сами шили костюмы, все сами делали и пришивали, всякие украшения. Одно из самых сложных выступлений в рамках фестиваля – групповая йога. Синхронно менять позы и замирать в асанах – все это отрабатывается многочасовыми тренировками. Плюс у каждой группы есть свой секрет. Как вальс танцует – раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. И мы делаем упражнения под счет. То есть мы четко знаем, сколько секунд нужно стоять. Я новичок, я всего полтора месяца занимаюсь йогой. И я думаю, что в групповой в любом случае заниматься легче. Ну, для меня легче в групповой, потому что есть какая-то психологическая поддержка. Виктор Корпенко – ветеран ведической зарядки в Преамурье. Почти 35 лет назад первым в области основал запретную тогда секцию йоги. Основал йогу в 1982 году в городе Свободном, но тогда она называлась студия пластической гимнастики. Люди, занимающиеся йогой, они гибче, независимо от возраста, они моложе выглядят, они в стране, потому что формирование правильной красивой останки. Они более пластичные, позитивные, глаза светят с радостью. Второй фестиваль йоги на открытой площадке в горпарке собрал 65 участников. Втрое больше, чем в прошлом году. За три с половиной часа свое мастерство зрителям показали амурчане в возрасте от 9 и до 80 лет, доказав, что здоровью и красоте все возрасты покорны.